Привет, друзья, вы готовы узнать всю правду о том, как наши депутаты пытаются выкрутиться из нового указа Путина? Усаживайтесь поудобнее, потому что сегодня мы разнесем в пух и прах их попытки сохранить свои заморские дворцы и привилегии. Вы не поверите, какие схемы они придумали, чтобы обойти новые правила. Мы узнаем, почему у некоторых из них все по-прежнему в шоколаде, несмотря на санкции, и как им удается жить на широкую ногу за границей, пока мы все здесь затягиваем пояса. Валерий Гартунг и его золотые кипрские паспорта – лишь верхушка айсберга. Не выключайтесь, потому что в конце видео мы покажем, кто из наших народных избранников готовит чемоданы для очередной поездки за границу и как они будут выкручиваться из сложившейся ситуации. А теперь, друзья, напишите в комментариях, кого вы поддерживаете и что думаете обо всем этом шоу. Давайте вместе разберемся, кто действительно заслуживает нашего доверия, а кто просто играет на публику. Подписывайтесь, ставьте лайк и делитесь этим видео, чтобы все узнали правду. Поехали! Представьте, что ваш сосед, который разъезжает по заграницам на крутых тачках и владеет кучей недвижимости, вдруг оказался под строгим запретом на въезд. А теперь представьте, что этот сосед – депутат Госдумы или сенатор, который живет на ваши налоги и копит на особняк по всему миру. Некоторым из них придется не сладко. Именно это и произошло. Владимир Путин подписал указ, который заставит всех этих слуг народа дважды подумать, прежде чем паковать чемоданы для зарубежных поездок. Хватит бесплатных туров в Монако и Лондон. Теперь им придется прыгать через бюрократические препоны, чтобы попасть туда. Представьте себе, как они стоят в очередях за разрешениями и подписывают кучу бумаг, и все это под пристальным взглядом общественности. Интересно, кто из них первым сломается и попытается обойти новые правила. Депутаты завыли, как стая волков. Они привыкли ездить куда угодно и когда угодно, даже в самые трудные для страны времена. Но теперь все изменилось. Этот указ – настоящий удар под дых для наших слуг народа, привыкших к безбедной жизни. И это ключевой момент, как долго наши народные избранники будут ныть, что им запретили выезжать за границу, и как они будут искать лазейки. Будет ли еще одна волна скандалов и разоблачений, когда кто-то попытается обойти новые правила? Их привилегии подверглись серьезному испытанию, и это уже вызывает бурю негодования. И самое главное, что будет с их собственностью за пределами России. Дома, квартиры, виллы – все это может превратиться в мертвый груз, если они не смогут туда попасть. Давайте узнаем, как наши депутаты будут выходить из этой ситуации, и кто из них первым попадется на попытке обойти закон. Все началось с того, что Владимир Путин подписал указ, обезвающий всех депутатов и сенаторов получать разрешение перед поездкой за пределы России. Хотите отдохнуть на своей вилле в Испании? Сначала обратитесь к начальству за разрешением. Едете на конференцию в Европу? Придется отчитаться. Где, когда и зачем? Идея проста как день, законодатели больше не могут бесконтрольно выезжать за границу. Теперь все под контролем и никакой самодеятельности. Каждая поездка будет тщательно проверяться и одобряться сверху. Этот указ – не просто формальность. Это реальный инструмент ограничения свободы передвижения тех, кто привык жить на широкую ногу за границей. Теперь каждый их шаг будет под пристальным вниманием, и избежать этого контроля будет невозможно. А все потому, что нынешняя международная обстановка крайне напряженная. Санкции против России, враждебные действия против наших политиков и никаких гарантий безопасности за границей. Теперь выезд за границу превратился в настоящее испытание. Каждая поездка превращается в рискованное мероприятие с непредсказуемым исходом. Этот указ – не пустая формальность в период обострения международной обстановки. Контроль за передвижениями законодателей стал необходимостью. Теперь они дважды подумают, прежде чем выезжать за границу. Россияне давно не понимают, как депутаты могут наслаждаться отдыхом на Лазурном берегу, в то время как страна переживает трудные времена. Не говоря уже о тех, кто тайно выводит деньги за границу, прикрываясь политикой. Теперь все эти вопросы будут под строгим контролем. Похоже, наши избранники не в восторге от такой перспективы. Почему это так важно? Потому что контроль над их действиями наконец-то станет реальностью, и они не смогут бесконтрольно пользоваться своими привилегиями за границей. Не стоит забывать, что многие депутаты и сенаторы уже давно обзавелись собственностью и активами за рубежом. У них там дома виллы и яхты, а их семьи порой не живут в России. Когда поднимаются вопросы патриотизма, возникают резонные вопросы, почему их дети учатся не в российских вузах. Почему их жены предпочитают швейцарские горы и финские озера? Пришло время их разоблачить. Контроль на выезде поможет выявить тех, кто предпочитает жить на Западе, заявляя о любви к родине. Давайте посмотрим на тех, кого этот указ коснется в первую очередь. Кто из наших народных избранников грустит о своих заграничных владениях? Юлия Нарусова, конечно, у всех на слуху. Хотя официально ее заграничных владений как бы и не существует. Слухи утверждают, что она любит проводить время за границей. Вопрос только в том, как она это делает, ведь пока идет военная спцоперация, депутаты должны быть рядом с народом, поддерживать его и принимать важные решения. Но как можно принимать решения, находясь на своей вилле под солнцем Лазурного побережья? Поэтому новый указ – это серьезный удар по привычным привилегиям таких людей, как Нарусова. Теперь они будут вынуждены выбирать либо работать на благо страны, либо расстаться с комфортной заграничной жизнью. Теперь перейдем к другому, Рафаэлю Шехуддинову, депутату от ЛДПР из Башкирии. Он тоже не новичок в политике, и, что еще важнее, в собственности за рубежом. Он давно обосновался в Финляндии. Его усадьба – настоящая оси с роскоши и даже названа в честь персонажа финской литературы. Но заграничная недвижимость – это только часть истории. Его супруги, кстати, тоже не одиноки. Одна из них владеет особняком в саванне. Как вам такой патриот? Пора задаться вопросом, что делают наши народные избранники, когда такие люди, как Шехуддинов, строят свою империю далеко за пределами России. Новый указ как раз и призван положить конец подобным двойным стандартам. Теперь им придется выбирать между политикой и зарубежными владениями. Но это еще не все. Вот еще один патриот с большим стажем – Валерий Гартунг. Этот человек уже почти 30 лет заседает в Государственной Думе. Настоящий профессионал-эксперт. За это время он и его семья успели построить внушительную империю. Доходы его компании исчисляются миллиардами. Его семья владеет заводами и фирмами, которые продолжают приносить прибыль даже в условиях санкций. Но это еще не вся история. Жена Гартунга оказалась обладательницей золотого паспорта Кипра, того самого, который выдается в обмен на инвестиции. Похоже, что даже в условиях санкций у этой семьи все в порядке. Интересно, как они выкрутятся из этой ситуации теперь. Новый указ как раз и направлен на то, чтобы лишить таких патриотов возможности бесконтрольно распоряжаться своими зарубежными активами, продолжая занимать важные государственные посты. Теперь, когда новый указ вступил в силу, любителям заграничных поездок из числа депутатов придется серьезно подумать, прежде чем паковать чемоданы. Хотите отправиться на свою виллу в Испании? Придется подписать кучу документов и ждать одобрения. Хотите встретиться с семьей в Швейцарии? Только с разрешения. И это только начало. Представьте себе, как эти депутаты, привыкшие безнаказанно ездить за границу, теперь будут метаться по своим кабинетам. Им придется стоять в очередях за разрешениями. Что станет для них настоящим испытанием? И это не говоря уже о том, что теперь каждая их поездка будет находиться под пристальным вниманием не только чиновников, но и простых россиян. Любая попытка выехать за границу теперь станет поводом для пристального внимания и осуждения. И тут возникает главный вопрос, как долго они смогут это терпеть. Для многих владение недвижимостью за рубежом это не просто способ сохранить капитал, это еще и символ элитарности и статуса. Но времена меняются. Люди все чаще задаются вопросом, зачем нам нужны такие депутаты, которые живут не в России, а за рубежом. Их роскошные виллы и заграничные привилегии все чаще вызывают раздражение и недоверие у простых россиян. К чему все это приведет? Вероятно, к еще большему разрыву между народом и властью, к росту недовольства и требований прозрачности и подочетности от тех, кто должен служить интересам страны, а не своим личным интересам. Давайте посмотрим правде в глаза. Этот указ Путина – только начало. Если депутатам ограничат выезд за границу, что будет дальше? Не исключено, что им придется расстаться со своей зарубежной собственностью. В стране кризис, санкции, а они строят вам дворцы в Европе. Где здесь патриотизм? Интересно, кто из них первым продаст свою виллу и наконец-то вернется в Россию? Хотя, скорее всего, они будут изворачиваться до последнего момента, придумывая все новые схемы и лазейки. Но ясно одно – время безнаказанной роскоши за границей подходит к концу. Долго тянуть с этим не получится, и им придется выкручиваться все больше и больше, чтобы сохранить свои привилегии. Вот мы и подошли к сути нового указа Путина, который закручивает гайки для депутатов и сенаторов, ограничивая их поездки за границу. Этот закон вызвал настоящую бурю эмоций и споров. Казалось бы, простое требование согласовывать поездки, но оно всколыхнуло и осветило темные уголки российской политики. Мы видим, как законодатели борются за сохранение своих привилегий. Некоторые уже ищут лазейки, чтобы обойти новые правила. Они не хотят отказываться от возможности наслаждаться жизнью за границей, несмотря на новые ограничения. Вопрос в том, удастся ли этим мерам достичь своей цели. Начнут ли госслужащие действительно думать о безопасности страны, а не о своих удовольствиях за границей. Насколько эффективными окажутся эти жесткие нововведения, покажет время. Пока же мы наблюдаем за этим фарсом. Не стоит забывать, что подобные инициативы вызывают нешуточный резонанс. Законодатели вынуждены играть по новым правилам. Они остаются такими же людьми, как и мы. Но именно поэтому ваша активная позиция и участие в дискуссиях крайне важны. Они делают все возможное, чтобы сохранить свои привилегии, а мы должны сделать все возможное, чтобы эти привилегии не превратились в безнаказанную роскошь. Речь идет не только о новых законах и исполнительных приказах. Это наше будущее, и оно в наших руках. Ваше мнение имеет значение. Поделитесь своими мыслями в комментариях. Ставьте лайки, чтобы не пропустить самые важные и свежие новости. Это не просто лайк, это ваш голос, ваш способ показать, что вам не все равно. Каждое мнение может способствовать формированию общественного мнения. Не упустите шанс высказаться и повлиять на то, как будет развиваться наша страна. Ваш голос важен, и каждый комментарий может стать решающим в этом диалоге. Не позволяйте этим слугам народа забыть, что они здесь для нас, а не наоборот.